То, что древние римляне только и делали, что пировали, конечно, заблуждение. 90% жителей Рима – обычные люди и не были никогда ни на одном из знаменитых пиров. Ели они вообще мало, даже более того, придерживались принципа строгой воздержанности в пище. А вот патриции, аристократии, пировали на всю, как ни в себя. Итак, сегодня мы с вами отправимся на пир к императору Гелиогабалу. Узнаем, зачем на пиры приглашали паразитов. Почему вам бы не понравилось есть лёжа? И чем бы вас удивили хорошие манеры на римский взгляд? И до такого додумались только они. Какими деликатесами почивали на пирах? Почему аристократы боялись ходить на пир к императору? Куда там голым вечеринкам? Почему вы будете в настоящем шоке от светских развлечений римской знати? Каким был знаменитый чёрный пир? И почему далеко не все пережили розовый? Да, древний Рим для своего времени был сверхпередовой цивилизацией, постоянно внедряющей на глазах изумлённых варваров невиданные технические новшества. Но римлянин был бы в шоке от того, как быстро развиваются технологии сегодня. И нам с вами, увы, для того, чтобы быть востребованными на рынке труда, недостаточно как древнему римлянину одной профессии, да ещё и передающейся по наследству. Одна из самых востребованных сегодня сфер – аналитика. Она не так популярна, как IT, но имеет те же преимущества. Вы будете анализировать данные компании и на их основе формулировать выводы для увеличения прибыли и других показателей. При этом на российском рынке дефицит кадров. Открыто 5 тысяч вакансий. Вы начнёте с зарплаты 60 тысяч и за полтора года можете вырастить до 120. Для всех, кто хочет перейти в аналитику с нуля, есть отличный курс от ChangeLynch Education. Курс Education Analytics Pro рассчитан на новичков, поэтому вы сможете освоить навыки даты, бизнес и финансового аналитика, не имея ранее профильного образования и опыта в аналитике. Вы приобретёте на практике 11 навыков – Python, SQL, BI-системы, продуктовая и маркетинговая аналитика и другие. Проходить уроки можно в удобное для вас время, а по всем практическим заданиям вы сможете получить обратную связь от экспертов. Кстати, практика – это 75% от курса. По итогу в портфолио у вас будет 7 командных и более 10 индивидуальных кейсов. А ещё получите диплом о профпереподготовке и сможете вернуть 13% от курса. В описании будет ссылка на курс Аналитик Про. А ещё я даю вам промокод «Интересно», по которому к скидке на курс 50% вы получите дополнительную скидку 10%. Скорее переходите по QR-коду и оставайтесь актуальным специалистом. Итак, сегодня мы с вами идём на пир к императору Рима Гелио Габалу вместе с сенатором Мирием и его супругой Мирией. Открою вам небольшой секрет – на пир к императору они очень-очень не хотят, но выбора у них нет. Для такого дела они полдня наряжались при помощи рабов. Их у Мирия 11, и они – фамилия. Такое знакомое нам слово «фамилия» в Риме обозначает всех рабов, принадлежащих одному хозяину. Без их помощи даже одеться римлянин не сможет вообще. Главный предмет римского гардероба – что-то вроде гигантской футболки размера 5XL. Это туника. Бедняки ходят только в них. Богачи обязательно надевают тогу. Настоящий символ цивилизации Древнего Рима. Тога – это такой деловой костюм с галстуком. Ни один состоятельный гражданин под страхом смерти не выйдет без нее из дома. Тога – это полукруг из шерстяной или льняной ткани. Диаметром, только не падайте, почти 6 метров. Самому ее намотать на себя, а еще и так, чтобы получились красивые трендовые складочки и драпировки – просто невозможно. Для этого нужен особый раб – специалист по складочкам. Кстати, то, что на всех картинах мужчины в таких тогах держат одну руку согнутой – это суровая правда жизни. Им действительно всегда приходилось держать в таком состоянии ту руку, которая прикрыта драпировкой, чтобы тога не запачкалась о землю. Тогу имеют право носить только граждане Рима. Остальным запрещено. Под туникой римляне носят что-то вроде трусов. А вот штаны – предмет гардероба для них экзотический. Штаны носили варвары, кельты и германцы. А вот обуви у римлян огромное множество. И даже идя в гости, надо было прихватить с собой обязательно домашние тапочки, чтобы переобуться. Мужская и женская одежда в Древнем Риме – настоящее торжество унисекса. Практически ничем не отличаются друг от друга. Женские туники называются столы. Их подпоясывали двумя поисками, чтобы, опять же, были очаровательные складочки. На тунику надевали что-то вроде шали, пала. Тут, опять же, самое важное, ну вы уже поняли, изящные складочки. Кстати, под туникой римлянки носили предметы одежды до боли, напоминающие современные трусики и бюстгальтеры. На одной из мозаик с древнеримской виллы Казали на Сицилии римлянки и вовсе купаются во вполне современных раздельных купальниках. А вот с прическами тогда было все сложно. Это либо вот такие вот сложные конструкции из волос, либо парики. И жена нашего героя как раз задумалась, в каком из париков ей пойти на пир. Итак, наши хозяева почти готовы. Только перед выходом им придется пройти настоящую пытку. Раб с пинцетом выщипывает все лишние волоски. И не только по краям бровей, но еще на шее и даже затылке. Римляне очень не любили заросшие волосами части тела. Так известно, что Цезарь делал себе депиляцию. Император Август, чтобы на ногах росли более мягкие волоски, водил по коже раскаленными скорлупками грецкого ореха. Ну а наши герои прибывают ко дворцу на Паланкине. Это римский аналог авто. И идут в императорские триклинии. Римляне тоже не Айсидора Дункан, если перефразировать Михаила Булгакова. И пировали не в столовой. Для этого у них было отдельное помещение. Триклиний. Он находился, как правило, в задней части дома или дворца и примыкал к саду. Триклиний был украшен чем только возможно. Каждый сантиметр расписан потрясающими фресками, гирляндами цветов. Зал это был необычный. Считалось, что потолок, небо, столики с едой, мир земной, ну а пол – мир мертвых. В середине триклиния стоял большой стол, а вокруг него нет ни стулья, а скорее кровати. Да, римляне пировали лежа. Каменные лежаки в форме буквы «П» и есть знаменитые триклинии. Приглашенные чином повыше занимали лежаки справа. Самые уважаемые гости укладывались пировать посередине, а слева оставляли места для гостей попроще. Казалось бы, есть что-то в этом. Веселиться лежа. Вот только вам бы такой способ пировать вряд ли бы понравился. Пол лежа, опираясь на левый локоть, под которым лежит подушка. В левой руке – тарелка. Едят правой. А теперь представьте себя в такой позе 6-7 часов, и рука, и спина просто не выдержат. А римляны были привыкшие. Есть лежа, ведь считалось изысканным. Это была привилегия. К тому же на такой лежанке размещались три гостя. Было очень тесно. Мало того, что и так жарко от выпитого и съеденного, так еще и сосед, как раскаленная жаровня, прижался потным боком. Окна и двери в триклинии на пиру были открыты, гуляли сквозняки, чтобы гостей не продуло, им выдавали накидки, которые приходилось неоднократно менять в течение пира, так как они становились от пота такими мокрыми, что хоть выжимай. Долгое время женщин на триклинии не пускали. Они сидели в сторонке на стульях для случайных посетителей и, думаю, тихо радовались. Но во время наших героев уже лежали и те, и другие. Вот и их укладывают отдельно друг от друга. И если Мирии повезло, соседи юная девушка и прекрасный молодой римлянин, то рядом с ее супругом Мирием развалился ну очень крупный пожилой сенатор. И тот уже представляет, как ему будет жарко от такого соседа. Итак, наш пир начинается. Рабы разносят пищу на серебряных и золотых подносах, а гости сами накладывают себе угощение в тарелки. Хорошими манерами считалось помогать себе поглощать пищу пальцами и при этом запачкаться меньше соседа. Сначала вносили закуски – яйца, салаты, капусту, дыни с начинкой, соленую рыбу, устрицу, красное вино. Ну а потом начинался собственный обед. Главная часть торжественного обеда состояла из множества перемен блюд – от пяти до девяти. Хорошим считался пир, на котором было не менее семи перемен блюд. Гости на перу императора, затаив дыхание, ждали, чем же их будут удивлять. А удивить всегда старались чем-то очень экзотическим. При императоре Августе это были блюда из аистов, а при Тиберии – соловьиные языки. Кулинарное искусство начало стремительно развиваться в Древнем Риме еще в III веке до Новой Эры. Тогда же появились и хорошо знакомые нам с вами правила здорового питания, многие из которых актуальны по сей день. Со временем римская кулинария стала настоящим искусством, ну а ее вершиной стали, конечно же, пиры. Единственная сохранившаяся до наших дней римская кулинарная книга относится к IV – началу V века. Ее приписывают легендарному гурману Марку Габию Апиццию. Так вот, в этой книге приведены рецепты 468 блюд, типа рагу из языков фламинго, верблюжьих горбов, супа со спаржей, из хвостов неродившихся поросят, извлеченных из утробы матери. Апиццию приписывают изобретение блюда, которое произвело настоящий фурор в Риме. Соловьи, запеченные в меде, фаршированные черносливом, в соусе из ароматных трав, с гарниром из лепестков розы. Интересная история самого любителя кулинарии Апицция. Он был невероятно богат и очень любил хорошо поесть. В результате все свое состояние он растратил на самые экзотические блюда со всех уголков света. Так, чтобы съесть необычную сладкую креветку, он мог отправиться в далекую Ливию. Ну а когда Апицци понял, что теперь ему придется питаться, что называется, как все, великий римский гурман и кулинар умер. Одно из самых модных блюд среди римских патрициев – свиное вымя, фаршированное морскими ежами. Считалось отличным сочетанием сладкого свиного мяса с морским вкусом ежа. Ну а на нашем перу слуги наливают в кубки мульсум – смесь вина с медом, напиток, который, как считалось, был очень полезен для пищеварения и возбуждал аппетит. А в треклинии под одобрительные возгласы вносят блюда с песчаными дюнами из особого соуса, на котором дымятся странные предметы – это знаменитые верблюжьи ноги. Но больше всего гостей поразил гигантский кабан, начиненный живыми дроздами. Как вы уже поняли, главным шиком и верхом искусства в Риме считалась подача блюда таким образом, чтобы гости сразу не поняли, что они такое едят. Конечно, попробуй тут угадай. Фазаньи мозги, поджаренный бок мурены или язычки соловья. В общем, изучая искусство римской кулинарии, больше всего становится жалко несчастных птиц и животных. Перы длились по 7-8 часов, выпивали литры вина. Римляне периодически выходили, чтобы очистить желудок, а потом вернуться и пировать, так сказать, с новыми силами. А теперь представьте, что все это вы делаете по 2-3 раза в неделю. Так было необходимо представителям высшей знати. К тому же все в Древнем Риме знали, что, увы, пир был не только отменной вечеринкой, но еще и средством свести счеты. На пирах можно было блеснуть своим великолепием и роскошью, наградить союзников и уничтожить врагов, добавив яду в вино. Как пишет историк и профессор Корнеллского университета Барри Стросс в книге «Десять Цезарей», римские императоры от Августа до Константина, пир давал возможность реализовать главное правило – держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Нередко после пира кто-то умирал. Так, например, случилось с сыном императора Клавдия. Ему внезапно стало плохо во время придворного пира, а затем он умер. По Риму поползли слухи, что отравили его по приказу императора Нерона. Ну а на нашем Перу император Гелиогабал и его мать Юлия Саймия лежат посередине и наблюдают за веселящимися. Марк Аврелий Антонин Гелиогабал, император из династии Северов, правил недолго – четыре года, с 2018 по 2022, но за это время успел войти в историю как самый развратный и безумный император Рима, что само по себе впечатляет, учитывая количество безумцев и извращенцев на римском троне. И учитывая, что в 18 его уже убили. Он хвастался, что у него было любовников больше, чем у любой развратной женщины. Гелиогабал вошел в историю и своими пирами. Один званый ужин императора обходился, казнив сотню тысяч сестерцев, колоссальную по тем временам сумму. Опировал он почти каждый день, как не в себя, каждый раз устраивая что-то совершенно невероятное. Каждый пир был в определенной цветовой гамме, которая ни разу не повторялась. И речь не про салфеточки из-за навесочки. Даже продукты всякими хитростями окрашивали в выбранный императором цвет. Гелиогабал на своих пирах шокировал самыми экзотическими блюдами со всего света. Такими, как пятки верблюдов, мозги страусов, ну и так далее. Он придумал перемешивать рис с белым жемчугом, бобы с янтарем, трюфеля с жемчужным порошком. Первым стал использовать самоподогревающуюся посуду. Придумал добавлять в вино ароматную смолу и лепестки роз. Казалось бы, какой оригинал. Вот только, как вы помните, наши герои мечтали бы отказаться от приглашения императора. На пирах тот обожал издеваться над гостями. Часть блюд заменялась на муляжи из воска и мрамора, и гости просто ломали себе зубы под хохот императора. Но если у вас после того, что стало с соседом, кусок в горло не лез, или вы перебрали с алкоголем, что ж, теперь уже вы могли попасть на пир к львам. Ну и в довершении каждый пир неизменно сопровождался свальной оргией, которую открывал лично сам император со своими любовниками, и в которой вынуждены были участвовать и все пришедшие. Надо сказать, что в этом не было ничего необычного для Древнего Рима. Так Каллигула мог во время пира заставить раздеться супруг всех гостей и, выбрав одну из них, удалиться с ней в свои покои. Вернувшись за столом, он еще и рассказывал все подробности гостям и ее супругу. А император Комат забавной шуткой считал преподнести гостям фекалии под видом изысканного угощения. Однажды он измазал имя префекта Юлиана и заставил его плясать перед гостями голым. В общем, теперь вы понимаете, почему наши герои на первого императора сидят ни живы, ни мертвы. Развлечения на пирах у римских императоров, как вы уже поняли, тема отдельная. Нет, конечно, на них была и музыка, и стихи, и беседы. Неприличными считались только разговоры о политике. На пиры обязательно приглашали паразитов. Паразиты, как флейтистские гладиаторы, часть индустрии развлечений на пирах. Скучные паразиты были никому не нужны и так и слонялись по Риму в поиске пира. На самом деле паразит переводится с греческого как попутчик. Его задача была сделать остроумный комплимент шеф-повару, разрядить обстановку хорошей шуткой, комплиментом или интересным рассказом. Как говорили в Риме, для большинства людей время наслаждения наступает 2-3 раза в месяц. Для профессионального паразита каждый вечер праздник. Но не паразит главное развлечение пира. Что только не придумали римские императоры. В историю вошел знаменитый черный пир императора Домициана, известного своей жестокостью. Так вот, тот выбрал для своего пира черный цвет. В черный выкрасили стены треклиния, всю еду, а рядом с каждым из гостей положили надгробие с его именем. В общем, гости, придя на пир, решили, что живым уйти им не суждено. Да и Домициан весь пир только и говорил, что об их убийстве. Правда, как выяснилось, шутил. Прославился в этом смысле и юный хозяин нашего пира, император Гелиогабал. Однажды на пиру он приказал рассыпать с потолка розы в таком количестве, что его гости задохнулись от аромата. Потому-то наши герои сидят на пиру ни живы, ни мертвы. Что-то еще придумал император на сей раз. А вот уйти с императорского банкета было нельзя. Это расценивалось как неуважение и каралось мучительной смертью. Как мы уже говорили, простые люди жили более чем скромно. Питались впроголодь. Так по соседству одни голодали, а другие обжирались. Конечно, далеко не все императоры Древнего Рима были психами и развратниками, как Гелиогабал или, скажем, Нерон. Так Юлий Цезарь был сторонником самой простой диеты. Умеренностью в еде отличались Марк Аврелий и Октавиан Август. Преемник Трояна, интеллигентный император Адриан, поражал придворных скромностью и простотой. Но таких правителей в Древнем Риме были единицы. Пировали в Риме, как ни в себя, несколько столетий. К концу империи перы превратились в разнузданные оргии и небывалое обжорство. Как писал Гораций, хорошие вкусы и нравы были потеряны полностью. За столом песни были непристойными, а женщины почти не одетыми. Уже никто и не вспоминал, что на заре римской цивилизации именно в Риме зародилась диетология, наука о рациональном питании. Прокормить Рим, в котором жил 1 миллион человек, было и так трудно, а с учетом перов практически невозможно. Пока одни, извините, жрали, блевали и снова жрали, другие умирали от голода. Известно о 19 продовольственных бунтах. Зерно в Рим везли в основном из Северной Африки и Египта. И когда в V веке новой эры эти стратегические для Древнего Рима регионы завоевали варвары, поставки продовольствия в Рим остановились. От этого смертельного удара по империи Рим уже не оправился. Ну а наши с вами герои с непередаваемым облегчением покидают пир Гелио Габала на этот раз живьем, с надеждой, что следующее приглашение на пир к императору получат еще не скоро. И правда, совсем скоро Гелио Габала убьют гвардейцы, возмущенные его распущенностью. Так в 18 лет закончится правление Гелио Габала, умудрившегося с 14 до 18 натворить такого, что вошел в историю, как самый аморальный император Древнего Рима и один из самых больших любителей попировать. Субтитры сделал DimaTorzok